Дорогие братья и сестры, прихожане Свято-Покровского кафедрального собора, сегодня у нас праздник, и мы отмечаем несколько дат. Это прежде всего праздник приполовения Пятидесятницы, это праздник иконы Божьей Матери «Неубиваемая чаша» и праздник в честь Святой Великомученицы Ирины, день памяти которой сегодня мы отмечаем. И сегодня у нас на центре храма лежит образ для Святой Богородицы в честь иконы ее «Неубиваемая чаша». Перед этим образом общество трезвости, святаго храма всего совершает покаписть о страждущих в недугах венопития, о их родственниках и о всех близких наших. Мы видим на этой иконе Спасителя, изображенного в чаши. И сегодня, братья и сестры, мы вспоминаем событие, как Господь наш Иисус Христос пришел в Иерусалим на праздник Пущий. И в этот праздник, когда он зашел в храм, он сказал иудеям и всем там, кто был, что «кто жаждет, приди ко мне и бей». Братья и сестры, иудеи совершали в этот праздник по обычаю такое действие. Они брали воду в источнике Силуам, приносили ее к жертвеннику и перед жертвенником они выливали эту воду. И вот Господь, вода живая, пришел в этот мир, который не отменяет Ветхий Завет, а исполняет его. И приходит тот, кто есть путь истинной жизни. Целительная вода, живая вода, прикоснувшись к которой человек напояет свою душу. И тогда уже его душа, она не жаждет вот этих всех мира. Братья и сестры, мы знаем, что наши предотвратители Адам и Ева, сотворив первый грех, они лишились вот этого утешительного благообщения, лишились этой радости. И вот с того момента душа каждого человека, она жаждет вновь, радости общения с Богом, она жаждет прикоснуться к Нему. И сегодня мы услышали про Паре, праздника, при половине 50-ти такие слова. Господи, жаждущую мою душу, водами благочестия на бой. Где может получить утоление жаждущая наша душа? Как она может это получить? Только в своей жизни встретив Христа, прикоснувшись к Нему, человек может понять, что ничто не может утолить жажду его души, как только Господь наш Иисус Христос. Но как же мы можем утолить эту нашу жажду, братья и жажду, прежде всего, это наша молитва. Господь дает нам для утоления этой жажды благодать Святаго Духа. Так вот, эту благодать Святаго Духа человек черпает в молитве, вот в этом таинстве благообщения. Благодать Святаго Духа человек черпает в чтении Священного Писания, когда он прикасается этим живительным словецам, через молитвы, через страницы Священного Писания, Господь обращается к нам и говорит с нами. И, конечно же, братья и сестры, мы получаем благодать Святаго Духа в таинстве Евхаристии, когда мы причащаемся, соединяемся с Господом. Господь говорит, что тот, кто не будет есть с телом и его отбить в моей крови, не будет иметь жизни вечной. Вот, праздник и сестры, преподобный Силан Афонский, он говорит о том, что многие цари и многие владыки, которые прикоснулись ко Христу, оставляли свое это царское достоинство, оставляли это владычество только лишь ради того, чтобы быть со Христом. Они принимали монашеские обеты и старались, не променять вот эту вот драгоценную жемчужину на все остальные суетные утехи этого мира. Но на что современный человек меняет Христа? Что человек по своей слепоте ставит на первое место вместо Христа? Это может быть самые разные, самые разные идолы в нашей жизни. Это может быть власть, это может быть богатство, это может быть гордыня, находясь в своем положении. Но, братья и сестры, никакое искусство, никакая живопись, никакая наука, она не даст утоления, жаждущие нашей душе, если душа не встретит Христа. И вот сегодня, братья и сестры, мы пресновим этим образом и святой вытычатся нашей Богородице, и выливаемая чаша. И Спаситель, словно обращаясь к нам, «Придите ко мне, кто жаждет ей, я утолю вашу жадящую душу». Поэтому, братья и сестры, сегодня, вспоминая память при половине, праздник памяти иконы Божьей Материны, певаемая чаша, будем просить Спасителя, будем просить Святую Великомученницу Ирину, чтобы по молитвам Пресвятого Богородица, наша Богородица Господь утолил из жажды наших душ, чтобы мы достигли Царствия Небесного. Аминь. Христос Воскресе! Аминь. Христос Воскресе! Христос Воскресе! Аминь. Христос Воскресе! Аминь. Христос Воскресе! Христос Воскресе! Аминь. Христос Воскресе! Аминь. Христос Воскресе! 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 Христос Воскресе!